Разработка проектов новых построек, организация архитекторов и дизайнеров, все это сейчас как никогда актуально для нашего полуострова. И именно поэтому в нашей студии прямо сейчас находится гость, это Диана Алимова, директор регионального отделения общероссийской организации городские реновации в республике Крым. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, существуют ли у нас новости какие-то, развивается Крым в данном направлении? Мы активно содействуем этому развитию. Организация у нас достаточно молодая, так что мы только набираем обороты, только знакомимся и с администрацией, и с министерствами, но стараемся преобразовывать среду, помогать молодым архитекторам и дизайнерам максимально реализовать свои амбиции, свои какие-то уникальные, идеальные идеи, которые смогут вывести наш регион на новый уровень. Ну, я считаю, что это очень круто, не побоюсь этого слова, здорово, потому что молодым людям всегда есть реализовывать, где реализовывать свои, наверное, мечты или какие-то смелые решения. Но расскажите по порядку, из чего вообще состоит работа? Я так понимаю, что организация не так давно появилась в Крыму, точнее отделение. Да, отделение появилось буквально в начале этого года, в феврале. Организация существует уже третий год, но активно так работает в своем расширении, в том плане, что у нас уже есть 43 региона, которые сотрудничают, и в которых с нами, в которых есть эта организация, представительство. Мне кажется, это хорошая цифра. И в нашем регионе, конечно, появилось недавно, буквально до июля этого года я была замом, набиралась, так сказать, опыта. В целом общественной деятельностью занимаюсь только 4 года, уже 4 года. И непосредственно уже с июля мы приступили к активной деятельности. Буквально недавно прошел форум, первый урбанистический молодежный форум, где мы собрали молодых архитекторов, урбанистов, дизайнеров, которые работали над реальными, живыми проектами, которые в дальнейшем будут реализованы. И, так сказать, помогали им в этом всеми силами. Стехан, ты заметила, какой карьерный рост? Зам, а тут уже директор. Ну, я думаю, что это же за труды, за вклады. Да, само собой. И обучение происходило интенсивно. Мы активно сотрудничали с общественной организацией «Устойчивый Крым». И буквально на базе этого там есть опытные общественники, которые в режиме нон-стоп нас обучали, прокачивали, так сказать. И, конечно же, когда уже пошли какие-то результаты моей деятельности, мне уже доверили такую ответственную миссию, как быть директором. И я стараюсь оправдывать эти надежды, возложенные на меня. Надеюсь, результаты будут. Как много человек сейчас в ваших рядах? И почему люди все-таки вступают в эти ряды сам? После форума, который прошел буквально недавно, наша организация пополнилась. И уже 24 человека в нашей организации. Буквально общественники, организаторы, их не так много, их человек 7-5. Активисты в плане волонтеры, добровольцы, архитекторы и дизайнеры, их уже немного больше. И мы стараемся привлекать и помогать реализоваться всем, кто хочет развиваться в этом направлении. Потому что у нас есть и медики, которые заинтересованы. Потому что городская среда, она не может оставлять нас безразличными, равнодушными к ней. Потому что мы прямые пользователи этой территории. Ну а расскажите, вы говорите то, что вас прокачали, если можно так сказать. А какие еще, может быть, мастер-классы проходят? Как понять, хочу я вступить в вашу организацию или нет и присоединиться к вам? Ну, относительно меня, у нас была реализация гранта «Добровольцы в городе». И в рамках реализации этого гранта мы выезжали на стажировку в Москву. Знакомились с федеральной дирекцией, знакомились, приходили даже в Минстрой России. Знакомились с управлением, заместителем. И в плане этого ты понимаешь, куда тебе можно развиваться, куда стремиться. У тебя открываются новые границы, и ты уже видишь, чего ты хочешь достичь. Вот. Относительно новых ребят, это, конечно же, форумы, это встречи. Мы проводим открытые диалоги, куда приглашаем архитекторов, которые могут посетить все желающие. И когда ты приходишь, слушаешь лекции, ты понимаешь, что эта тема тебя цепляет. Это тебе интересно, это тебе не безразлично. То, конечно, появляется желание развиваться в этом направлении, и, соответственно, ребята вступают в ряды, и к чему мы очень рады. Ну, вот у меня такой вопрос, мне его прямо с самого начала хотелось задать. Вы уже что-то реализовали? Какую-то постройку, что-то, может быть, уже возводится? Или все только в процессе? Ну, это достаточно непросто, потому что если это государственные заказы, то это тендерная история. Но в плане мастер-классов, в плане построек, буквально в рамках того же форума, мы реализовали на Гринд-фестивале, возможно, вы слышали, в Алуште. Мы поставили скамьи, это был проект одного из участников, и мы дали ему развитие, мы его воплотили, и теперь мы скамьи передали в администрацию города, и она находится на балансе города. Так что, в принципе, да, это, можно сказать, что новое воплощение. Насколько я понимаю, первый шаг уже сделан, и наверняка же у вас какие-то есть грандиозные, наверняка, идеи вперед на будущее. Что будете в будущем продвигать, как будете развивать Крым? В целом, в наши планы входит создание общественных пространств, это непосредственно разработка, проектирование, с внедрением уникальных идей молодых архитекторов и дизайнеров, создание дизайн-кода. Мы уже активно работаем с Министерством туризма Республики Крым. Они также очень рады, что молодые ребята хотят реализовываться, двигаться в этом направлении. Но в целом, вектор пока мест такой. Это общественные пространства, дизайн-коды, помощь администрации всяческие и реализация творческой молодежи. Так сказать, у нас событийные и проектные работы в основном. Ну а вы человек как профессионал. Расскажите, чего не хватает Крыму? Крыму? Недавно Минстроя опубликовал индекс качества городской среды. Там есть четкие критерии, чего не хватает Крыму. Мне кажется, они как эксперты больше экспертнее меня. Но в целом, конечно же, это грамотное озеленение, это общественные пространства новые, уникальные, присущие именно Крыму. И чтобы люди, конечно, ходили, радовались, наслаждались Республикой Крым, гордились ей. Мне кажется, вот это то, что не хватает немножечко. С высшими учебными и образовательными учреждениями как-либо сотрудничаете? Потому что вот на подже у нас есть в Симферополе, где как раз и обучаются архитекторы, дизайнеры. Ну, мы активно сотрудничаем на данный момент, это Кипу и Кукиид. С Напоксом мы ведем переговоры, там также есть активные ребята. У нас есть профсоюзная организация замечательная, которая находится в университете строителям. Мы с ними активно тоже взаимодействуем. Там есть эксперты своего дела, так сказать, и в дизайне, и в архитектуре. Так что, конечно же, потихонечку налаживаем связь и взаимодействуем. Хорошо. 43 региона по всей стране, как вы уже сказали. Развитие будет? 85. Будет цифра такая, появится? Мы очень надеемся, мы всячески стремимся к этой цифре. Не так давно прошел форум от Минстроя, первый молодежный форум, где меня также пригласили в качестве спикера, эксперта. Я рассказала о нашей деятельности в Крыму. И там появились ребята, которые тоже загорелись этой идеей. Так что, мне кажется, что развитие будет активно, планомерно, но активно. И мы движемся к этой цифре. Диана, огромное вам спасибо за то, что это утро встретили в нашей компании. Спасибо вам. Но нашим телезрителям я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нас была Диана Алимова, директор регионального отделения общероссийской организации «Городские реновации» в Республике Крым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова